С умножить на интеграл от минус бесконечности до бесконечности, е в степени минус х квадрат пополам, dx и единица, потому что иначе просто сумма вероятностей не равнялась бы единице, когда мы суммируем по всему вероятству пространства. А теперь идея. Вот этот интеграл можно возвести в квадрат, и очень даже красиво тогда все получится в полярных координатах. Интеграл от минус бесконечности до бесконечности еще раз интеграл от минус бесконечности до бесконечности е в степени минус х квадрат плюс у квадрат пополам, dx, dy. Если мы поймем, чему равна эта штука, то все будет хорошо. В полярных координатах. Что такое х квадрат плюс у квадрат? r, r. Конечно. Это квадрат расстояния, теорема Пифагора. Значит, мы всю плоскость, нарисуй примерно там вверху, рисуем всевозможные такие колечки, вся плоскость состоит из таких колец, правильно? И на каждом таком кольце, да-да-да, у нас, чему будет равна площадь этого кольца? Ну, dr умножить на длину окружности. Там dr умножить на 2π. Правильно. Значит, пишем, вот этот интеграл равен. Интеграл от нуля до бесконечности, потому что r у нас число положительное, да, до плюс бесконечности. Потому что если ты там писал плюс, то и будет добр. Теперь е в степени минус r квадрат пополам. Минус r квадрат пополам. Ну и вот дальше. Вместо dx, dy пишем площадь этого кольца. 2πr, dr. Ну и что тебе надо делать? Взамен перемен. Надо r квадрат обозначать новой буквой. Тогда rdr станет дт. 2rdr. 2rdr станет новой дт. Да. И здесь будет написано минус r пополам. Совершенно верно. Пишем. Интеграл от нуля до бесконечности по-прежнему. е в степени минус... Слушай, а давай мы сразу r квадрат пополам новую букву обозначим, а? Легче будет, да. Хорошо. Минус t. Да. Здесь минус t. Здесь rdr. Да, это будет dt. То есть 2π. 2π dt. 2π dt. Вот. А интеграл от е в степени минус t все знают. Интеграл от е в степени минус t это 1. Да. Ну, то есть, на самом деле, это минус е в степени минус t, взятая в пределах от нуля до бесконечности. Ну, конечно, это единица, да. Ну, и получается ответ 2π. Все. То есть квадрат интеграла это 2π. Ну, соответственно, сам он это корень из 2π. И значит, c это единица делить на корень из 2π. Мы молодцы. Вот это второй способ нахождения постоянной формули Стефанга.